В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте! Смертельное ДТП произошло ночью на улице Генуэзской. БМВ на большой скорости буквально снес китайскую малолитражку Черри. Элитный внедорожник на грузинских номерах двигался в направлении Аркадии, а китаец в сторону площади 10 апреля. Его водитель неожиданно решил совершить поворот и не пропустил БМВ. После удара внедорожник влетел в столб и загорелся. Водитель пострадал, его пришлось доставать из салона с помощью специнструментов. Госпитализировали пассажира немецкой иномарки. Людям же, находившимся в салоне Черри, повезло куда меньше. 37-летняя женщина-пассажир малолитражки погибла от полученных травм. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция проводит исследование останков трех тел, обнаруженных неподалеку от села Кахановка Наневского района. Два из них детские, одну женская. Предполагают, что они принадлежат 25-летней Любови Даде, ее 8-летнему сыну Грише и 6-летней дочери Насти. Мать с детьми ушли на прогулку еще 5 марта и исчезли. Друзья девушки утверждают, Люба планировала покончить жизнь самоубийством и убить детей. Но родственники уверены, женщина не была на такое способна. Они считают, Любу и ее детей убили. В последний раз в село, где жились бабушка и ее дети, 25-летняя Любовь Даде приехала 4 марта. Привезла подарки родным. Утром Любовь одела детей 8-летнего Гришу и 6-летнюю Настю и ушла гулять. Их хватились только ближе к вечеру. Поиском подключились местные жители – полиция, спасатели и нацгвардия. Но результатов прочесывания окрестностей не принесло. И лишь спустя 9 месяцев после исчезновения на останки трех тел натолкнулся местный охотник. Екатерина, мать Любови Даде, чтобы чем-то занять руки, разбирает детские вещи. Каждая из них – напоминание о внуках. Накануне она опознала найденные рядом с телами вещи. Именно в них вышли из дома дочь и внуки. Рассказывает, что страшный день нашла на подоконнике записку, деньги и документы. Пять тысяч, ее паспорт и записка. Деньги трать только с умом, чтобы хватило на год. Позднее друг, который был в гостях у Любы в последний вечер, рассказал матери. Девушка приезжала прощаться. Сказала, увидимся на том свете. Детей я возьму с собой. Но Екатерина не верит, что дочь на такое способна. Ну как она могла смотреть в глаза второму ребенку? Когда она вешает одного, а второй, как же, может кричал, может мама не надо. Мать настаивает. Люба работала в городе, в последнее время была нервной и агрессивной. Не исключено, что могла попасть в опасную ситуацию. После ее исчезновения мать обнаружила. Печка на кухне была разбита. Нашла в плите вот так, в грубе, нож воткнутый в этой и два камня выбитые. Односельчане подтверждают, Люба любила своих детей. У них было все необходимое. Тем не менее, признают, в последний год ее поведение было более чем странным. Ответ на вопрос, кто убил Любовь Даде и ее детей, может дать только следствие. Уголовное производство начали по факту умышленного убийства. Виталий Хемия, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал Репортер. Активный участник акции протеста в летнем театре Демьян Ганул вышел из СИЗО. Защита активиста обжаловала решение Приморского суда, который заключил лидера движения. Уличный фронт под стражу на два месяца без залога. Прокуратура, выступающая против смягчения меры пресечения, представила видео событий протеста. По их мнению, Ганул был активным защищником столкновений. «Видно, как саме Ганул что-то висловлю в адресу Головина, который пришел туда залагодить этот конфликт. Это фактически почувствует штовхать натоп в сторону Головина. Это все четко включается на видео. Фактически он совершил именно ту действию, которая спровоковала подальше конфликт». Адвокаты активиста обращали внимание суда, что конкретные доказательства вины Ганула нет. Свидетельские показания составлены предвзяты и многие утверждения являются голословными. Выслушав стороны, суд вынес свое решение. Ближайшие 30 суток активист проведет под круглосуточным домашним арестом. Таким решением довольны и подозреваемые, и его адвокаты. «Это решение лучше, чем предыдущие, потому что я буду на свободе. Нехай я буду на селдобовом арест дома, но это будет свободой. И только на месяц, а там я гадаю, что можно будет изменить под личное обязательство. Я задоволен, в принципе». «Домашний арест предусматривает два месяца нахождения. Нам дали всего лишь месяц. Это уже достаточно большая победа. Мы доказали, что, может быть, необходимо меры пресечения, которые будут более короткий срок действовать, нежели раньше предусматривалось. Во-вторых, ну все-таки есть подозрение, какое оно, правильно или неправильно, но подозрение есть. Следственные действия в настоящее время органам досудебного расследования ведутся. Ну я думаю, что это как бы может быть не совсем справедливо, но уже я думаю, что мы с этим смиримся». Адвокат заявил, что шансы доказать невиновность своего подзащитного уже на стадии судебного разбирательства очень высоки. Сам же фигурант сопровождения конвоя отправился домой, где и проведет 30 суток домашнего ареста. Под стенами облгосадминистрации сегодня митинговали пенсионеры силовых ведомств, ветераны вооруженных сил, правоохранительных органов, военно-морских сил, участники АТО и других структур собрались на всю украинскую акцию с требованиями к центральной власти. Главное – придерживаться основ пенсионного законодательства. Пенсионеры напомнили в своем письменном обращении правительство о законе, в котором четко прописан механизм перерасчета пенсии бывшим военным и сотрудникам правоохранительных органов. «Ветераны силовых структур беспокоятся о пересчете пенсии. Мы знаем, что закон 92-го года говорит о том, что нужно пенсии пересчитывать сразу же после того, как повышается денежное содержание военнослужащих. Такого не происходит, это раз. А во-вторых, Верховная Рада недавно приняла решение, что 1 ноября поставят задачу кабинету министров о том, чтобы определить приводные ремни решения этого вопроса. Однако ноябрь закончился, вопрос не решается». Всего в Одессе проживает больше 22 тысяч пенсионеров силовых ведомств. В стране таких людей почти полмиллиона. Делегация передала письмо руководству обл. администрации. Конечный адрес – Киев, улица Грушевского, кабинет министров Украины. «Почему-то с повестки дня сняли пересчет пенсии всем военнослужащим. Мало того, многих военнослужащих снимают еще льготы. Типа, как один из депутатов Верховной Рады говорил, что, допустим, говорю в частности про подводников. А что у нас северного флота нет, а атомных подводных лодок нет. Значит, можно снять льготы? Извините, я служил в Советском Союзе, заслужил все, что я мог. Почему-то сегодня с меня должны снять все льготы. Поэтому это обидно, и я считаю, что наше правительство сегодня играет на грани. Но что снять силовиков, сегодня силовикой поднимутся. Но это опора страны». Четырем бронированным катерам дали имена Никополь, Лубный, Выжгород и Кременчук. В ближайшее время техника пополнит ряды военно-морских сил Украины. Произведены они в Украине на Одесском морвокзале. Их презентовали накануне Дня вооруженных сил. Также в честь праздника морским пограничникам подарили оборудование коллеги из США и Норвегии. Так от Одесского морвокзала отправляются четыре бронированных катера – Никополь, Лубный, Выжгород и Кременчук. Именно такие имена им сегодня присвоили. «Четыре бронированных артиллерийских катера, побудованы на нашей православности заводе Кузнею на Рибальскому, и в которых сегодня будут получены по честным номинам. Кременчук, Лубный, Выжгород и Никополь. Самые эти названия сегодня появляются на бортах наших катеров. На завершенный этап вышли мы сюда их государственное выпробование, и на больший час они введут в корабельный склад наших военно-морских сил». Морпехам, которые отличились, вручают медали и грамоты. Большинство из них прошли службу в зоне АТО. «Был в зоне АТО, находился 137 батальона, с нашим батальоном. Проходили службу, слава Богу, вернулись, повернулись додому, живы, здоровы, але не все. Ну и, если командование считало нужным дать эту нагороду, вот так оно и есть». Наступающим Днем Вооруженных Сил Украины поздравили морских пограничников. Им вручили новое оборудование, которое передали военные США и Норвегии. «За позитивной получностью захисные шоломы, засоби фото-вíдеофіксации, навігации и другие. Водовазная часть подраздела используется для проведения подводной частини суден, которые заходят в порты Украины, а также для пошуя объектов правоохорушения под водой». С наступающим праздником Вооруженных Сил Украины поздравляют Анна Граденцева, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». Испытания новых военных катеров прошли успешно. Такую оценку малым бронированным артиллерийским единицам поставил командующий Военно-Морских Сил Украины. Со маневрами наблюдал Дмитрий Богомолов. Когда вертолет садится на палубу фрегата «Гетьман-Сагайдачный», шум такой, что закладывает уши. Два вертолета и шесть военных катеров провели учения, чтобы проверить в деле новые корабли. Выжгород, Кременчук, Лубные Никопы. Малые бронированные артиллерийские катера предназначены для охраны и защиты пунктов базирования морских коммуникаций, спасения судов и летательных аппаратов, которые терпят крушение, а также для борьбы с пиратством, незаконной миграцией и контрабандой. Проект является достижением научно-технических исследований отечественных конструкторов. Ранее были выпущены катера «Акерман» и «Бердянск» этой же модели. Во время тактических испытаний они показали хорошие ходовые качества и бесперебойную работу системы механизмов, а также надежность матчасти. Теперь учения проходят новые бронекатера 58-155. Их командирами стали выпускники морской академии. «Корабли тактичної группы в составе шести мбаків проекта 12-58 відпрацьовували спільні дії щодо охорони и оборони пунктов базирования города Одесса. В частности, відпрацьовывался элемент противокорабельного обороны пунктов базирования. Корабли виконували завдання в три элемента. Первый элемент – это разгортание с пунктов базирования, который вы наблюдали. Другий элемент – это тактическое ревнирование в строях артеракт, выход на бойовый курс и проведение самого снищения противника. И третий этап – это сейчас проходить сгортание сил, повернение до пунктов базирования». После проведения испытаний корабли будут включены в состав военно-морских сил Украины. На очереди усиление новыми ракетными катерами. «Згідно с программой развития, мы в ближайшее время, я уверен, что все работы будут проведены вчасно, отримуем два десантно-штурмовых катера. Они более, как говорят, потужнее, и больше по габаритам, они больше, и больше, и больше, и больше, и больше. И будут отвечать требования сегодня. В день вооруженных сил Украины будет традиционно поднят флаг военно-морских сил и пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам погибших воинов. Судебная система Одесской области становится прозрачнее. Теперь любой журналист сможет выяснить нужную информацию в коммуникационном центре при хозяйственном суде Одесской области. В объединение вошли все суды Одесского региона, так что темных пятен на судопроизводстве в рамках нашей области оставаться не должно. Главная цель новой структуры – обеспечить взаимодействие служителей Фемиды и гражданского общества. Для того, чтобы сделать более доступной и продуктивной информацию относительно судебной системы и органов правосудия, мы создаем именно этот коммуникационный комитет. Цель его создания – это качественное информирование граждан о том, что происходит в судебной системе. Это касается не только исключительно норм какого-то материального либо процессуального права, но и относительно организационно-административных вопросов. Повышение доверия граждан к судам – это основная цель, которую мы преследуем, открывая этот центр, создавая различные новые институции. Здесь есть комитетов по связям с судьями, с журналистами. Почему? Потому что мы все время слышим о том, что доверие граждан к судебной власти очень низкое. Но при этом редко кто говорит о том, что речь идет о гражданах, которые с судами вообще никогда не соприкоснались. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!